В селе Гидерим Рыбницкого района местные жители провели субботник и высадили новые деревья. Сделать все село красивым решили в преддверии выборов. После субботника по традиции собрались за одним большим столом. Наталья Ткачук продолжит. Сын, вот в красной курточке вот там дочка, а муж с другой стороны вот копают ямки, подготавливают для посадки деревьев. Отложив все домашние дела, Наталья вместе с мужем и детьми пришла на субботник. Накануне в селе кинули клич – сбор в субботу рядом с Домом культуры. На субботник собрались почти все жители. Хотим, чтобы в нашем селе было красиво, чисто, уютно и всегда, как говорится, когда идешь домой, идешь в детский сад, радовались глаза, видя всю красоту нашего села. Месяц назад в село приезжал президент. Здесь открывали новый медпункт. Тогда центр Гидерим оказался совсем неприглядным. Центральная улица заросла кустами, прямо у домов – мусорные горы. Сельчане решили – скоро выборы – идти на участок по центру села, а здесь такое. И вышли на уборку. Людмила Борисовна сменила мужа. Он работал утром, к обеду – она. Огороды, все, ну, как говорится, там подождет. Надо в первую очередь здесь. Для всех. Тут целая улица, центральная, все едут, все видят, поэтому надо делать. Когда чувствуешь такую поддержку от президента, от государства, естественно, мы это все перенесли на всех нас, на всех жителей. Дали такой клич, значит, как в старые добрые времена, в преддверии выборов. Это был праздник. Мы не могли и не собраться, и не навести порядок у нас в селе. Должно быть красиво. Люди с хорошим настроением должны пойти и сделать свой выбор. Все работают сообща. Мужчины рубят ветки и вывозят мусор. Женщины берят бордюры и убирают сухую траву. У детей особая миссия – высаживаются взрослыми деревья. Липы, дубы, катальпы. Новую аллею посадили УДК и Мемориала Славы. Гидерим – небольшое село в 600 дворов. В советское время здесь был колхоз-миллионник. Гидеримские яблоки знали по всей округе. Сейчас жителей поменьше, но все так же много молодежи. Говорят, за последнее время село очень изменилось. Новый фельдшерский пункт, строится бетонная дорога, есть современный и уютный детский сад. Делают дорогу по улице Маяковского. Мы развиваемся, никто не уезжает, все хотят жить в своем селе, особенно молодежь. Очень хочется сказать спасибо всем неравнодушным жителям села. Все-таки впереди выборы президента. И я думаю, что каждому будет приятно пройти по чистому селу. Ну а после субботника все село по сложившейся традиции собралось в центре, чтобы все вместе за одним большим столом отметить окончание трудового дня. Наталья Ткачуки, Владимир Погоня, ТСВ.